Вышло обновление 9.12 для World of Tanks. Ивенты «Превосходство» и «Стальная охота», которые проходили летом, стали полноценным режимом под общим названием «Бой до последнего». Появилась новая карта и техника. Была доработана система видимости. Об этих и других изменениях в нашем обзоре. Режим «Бой до последнего» отличается от случайного боя несколькими особенностями. Потеряв один танк, вы сможете возродиться и продолжить игру на следующем. Технику можно ремонтировать на специальных точках, а для победы надо набрать больше очков, чем соперники. К тому же в арсенале каждого бойца есть особые расходники — арт-обстрел и авиаудар. Их возможно получить за боевую эффективность. Режим состоит из двух уже знакомых подрежимов — «Превосходство» и «Стальная охота». Они вернулись в игру в доработанном виде и с новыми особенностями. Для «Превосходства» добавлена новая карта городского типа — «Берлин». Местность на ней вымышленная. Однако некоторые известные достопримечательности найти можно. Появилась линейка специальных боевых задач. По 15 — «Превосходстве» и «Стальной охоте». Они потребуют мастерски освоить новые механики, а также проверить на прочность давние навыки. Приз за их выполнение — Т-22, один из лучших средних танков в игре. Подробнее о нём в новом выпуске передачи «Гайд Парк». Режиму «Бой до последнего» также будет посвящено отдельное видео. Следите за обновлениями на официальном канале World of Tanks. Некоторые изменения в 9-12 коснулись и техники. Британский средний танк FV4202 уходит из игры. Но ненадолго. Через некоторое время он вернётся в качестве премиум-машины восьмого уровня. А на вершине ветки и в ангарах владельцев его место займёт другой средний танк — «Центурион Экшн Икс». Характеристики некоторых бронемашин стали лучше. Например, у «Мауса» и «Льва» окрепли маски орудия. У Т-23Е3 выросло бронепробитие. «Ягдтигр 8.8» увеличил максимальную скорость. А у «Ягдпантеры», «Ягдпантеры-2» и «Фердинанда» выросла скорость полёта снарядов. Десятки танков получили HD-модели. Вместе с новой внешностью некоторые сменили и название. Например, ИС-8 теперь носит имя Т-10. В новой версии доработана система видимости. Основное поле обзора, на котором танк может засвечивать противников сам, осталось нетронутым. А вот за его пределами кое-что изменилось. Раньше зона отрисовки техники имела форму квадрата 1000 на 1000 метров. Дальность видимости напрямую и по диагонали в этом случае получалась разной. Но изменения в движке сделали систему более логичной. Поле отрисовки получило форму круга. Теперь в любом направлении техника видна на одинаковом расстоянии. Доработан интерфейс игры. Появился новый экран выбора камуфляжей, надписей и эмблем. Базовый клановый функционал теперь доступен и в клиенте. Например, основная статистика клана, а также возможность приглашать игроков прямо с экрана после боевой статистики. За участие в киберспортивных турнирах теперь начисляются кредиты и опыт, как в обычных случайных боях. К тому же высокие места приносят внушительные бонусы. Обновление 9.12 готовит почву для изменений, которые будут появляться в последующих версиях игры. Оставайтесь с нами, следите за новостями и удачных боёв!